На Пантелеймоновской потасовке. Здесь перекрывали движения, бросали камни и сносили забор. Так последние жители Климовского квартала пытались отстоять свое жилье. В конфликте разбирались одесские правозащитники, милиция и руководство компании-застройщика. Чем все закончилось, знает Юлия Федорова. Третий раз! Третий раз! Третий раз! Сегодня у последнего жителя Климовского квартала окончательно сдали нервы. Самвел Амирян голыми руками пытается разломать строительный забор на Пантелеймоновской. В этом доме он с женой и четырьмя детьми живет с 91-го года. Говорит, из квартиры их пытаются выселить силовыми методами. За последние две недели представители застройщика приходят уже в третий раз. Ломают двери и угрожают. Прямо сейчас в его дом проникла группа неизвестных. Незваных гостей выгоняют с криками. В ход идут камни и нецензурная лексика. Вокруг дома строительный мусор, камни и шифер. Входные двери, балкон снесены. Экскаватор ломал дом и разрушил все. Его дочери боятся выйти из квартиры. Говорят, если они оставят жилье, его тут же сравняют с землей. Там четыре человека, они обваливают, крушат нам стены. Я не могу выйти. Много лет Самвел Амирян возглавлял комитет внешнеэкономической деятельности и европейской интеграции при Одесской облгосадминистрации. Чтобы держать оборону, он вынужден был уволиться с работы. Я прошу законный путь, сесть за стол, юристы пусть разбираются, как можно решить вопрос. За ходом потасовки молча наблюдают сотрудники милиции. Здесь их не меньше десяти человек и все стоят на месте. Люди просто заламываются в дом чужой и начинают что-то делать без никаких решений от юристов и так далее. Как это вообще? Какие действия вы будете предпринимать? Жилым этот дом можно назвать весьма условно, но семья Самвела Амиряна продолжает за него бороться. Утверждают, что жилье, которое им предложили взамен, еще хуже трущоб на Пантелеймоновской. Что представляют из себя эти квартиры и почему руководство ЗАО ФК «Черноморец» никак не может договориться с последними жильцами разрушенного квартала, мы расскажем в субботу в итоговом выпуске новостей в 8 часов вечера. Юлия Федорова, Ольга Голодова, Валентин Мирза, 7 канал.